Два месяца работы и часть будущего робота-манекена готова. Ее зовут Раим, с английского переводится как искусственный интеллект робота. Осенью кибердевушка украсит витрину одного из одесских магазинов. Манекен может двигаться и, например, приветствовать покупателей. Над созданием машины трудились три человека. Такого робота в этой лаборатории делают впервые. Мы будем его развивать, как наш коммерческий вариант. В плане, допустим, добавим еще движение таза, и, допустим, чтобы было больше интерактива с другим человеком, сопровождение взглядом. Костя и его напарница учились собирать дроны с нуля. Некоторые детали этого аппарата напечатали на 3D-принтере, но собран он полностью вручную. Во время тестирования его поднимали в воздух на полторы сотни метров. Будет стабильный просто полет. То есть, например, при сильных каких-то ветрах или еще что-то, его не будет закашивать, завалов там и так далее. А такой робот заменил бы работников склада. Он может перевозить на себе до 40 килограммов веса. В Украине таких машин всего три. Вместо того, чтобы нанимать людей, которые будут таскать мешки по складу сами, сидит один человек в какой-то комнатке и наблюдает. Здесь стоит камера, то есть ты видишь, куда он едет. Ты себе его задал программу, там какую-то траекторию. Он поехал, взял, отвез и получается по деньгам намного меньше. А этот робот решил бы вечную проблему всех коммунальщиков. Он может проверять канализационные трубы вместо рабочих. Чтобы не разрывать всю канализацию, как у нас это обычно происходит, где-то пробой и все, у нас всю канатную разрыв. А просто туда запускается робот и он едет внутри, он управляем, он передает видео на землю. Он передает и видно, где проблему, где пробоины. И тогда мы копаем в конкретном месте. Лаборатория появилась три года назад как часть кафедры робототехники пищевой академии. Это своеобразный технический каворкинг, причем трудятся здесь не только студенты вуза. В технарии идет очень мало людей, прежде всего из-за того, что есть стереотип, что это не выгодно по деньгам. И создали именно отдельную лабораторию по робототехнике, намерен для того, чтобы иметь больше возможностей, больше ресурсов популяризовать техническое образование среди молодежи. Ну и плюс это очень интересно нам самим, кто за это взялся. Работать в лаборатории может любой человек с любым образованием. Участие в проекте бесплатное. А тех, кто не умеет строить роботов, могут научить с нуля. Единственное условие – 20% свободного времени отдавать социальным проектам лаборатории. Ксения Сетинская, Ярослав Соломаткин, Первый городской.